Здравствуйте, уважаемые товарищи слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить продолжение работы Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». На предыдущем занятии мы рассмотрели первые две главы. Это «Концентрация производства и монополии», где дал Владимир Ильич характеристику монополиям и почему они возникли, почему капитализм стал монополистическим. И банки, и их новая роль, то есть и в империалистическом капитализме какую роль стали играть банки. И в заключение второй главы Владимир Ильич еще хочу напомнить, сказал такую мысль, что 20 век – вот поворотный пункт от старого к новому капитализму, от господства капитала вообще к господству финансового капитала. То есть в результате родился финансовый капитал в начале 20 века. Ну и раз такая мысль была им озвучена, третью главу уже Владимир Ильич назвал «финансовый капитал и финансовая олигархия». Вот давайте кое-что из этой главы вспомним. Но прежде всего такую мысль нужно озвучить Владимира Ильича, что концентрация производства, монополии, вырастающие из нее, слияние или сращивание банков с промышленностью – вот история возникновения финансового капитала и содержания этого понятия. Вот так он коротко характеризует возникновение финансового капитала. И далее говорит «финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от усвидетельства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов, закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистов». Далее, исключительно высокая прибыльность выпуска ценных бумаг, как одной из главных операций финансового капитала, играет очень важную роль в развитии и упрочении финансовой олигархии. Особенно прибыльной операцией финансового капитала является также спекуляция земельными участками в окрестностях быстро растущих больших городов. Монополия банков сливается здесь с монополией земельной ренты, и с монополией путей сообщения, ибо рост цен на земельные участки, возможность выгодно продавать их по частям, зависит больше всего от хороших путей сообщения с центром города. А эти пути сообщения находятся в руках крупных компаний, связанных с системой участия и распределения директорских мест с теми же банками. То есть, банки вместе с монополиями так ворочают финансовым капиталом, можно сказать так. Мысль эту подтверждает вот такими высказами Владимир Ильич. Далее он говорит, монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было частностей. Капитализму вообще свойственно отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству, отделение денежного капитала от промышленного или производительного, отделение рантье, живущее только доходом с денежного капитала, от предпринимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении капиталом лиц. Империализм или господство финансового капитала есть та высшая ступень капитализма, когда это отделение достигает громадных размеров. Преобладание финансового капитала над всеми отдельными формами капитала означает господствующее положение рантье и финансовой олигархии, означает выделение немногих государств, обладающих финансовой мощью и из всех остальных, то есть усиление финансового капитала за счет того, что происходит в период, вернее в эпоху империализма. Дает такую характеристику Владимира Ильича. И в заключение этой главы он говорит, почти весь остальной мир так или иначе играет роль должника и данника этих стран, международных банкиров. Этих столпов всемирного финансового капитала особенно следует остановиться на той роли, которая играет в создании международной сети зависимости и связи финансового капитала, вывоз капитала. То есть переходит к мысли, что в период империализма решающую роль стал играть вывоз капитала. И в следующую главу он так и назвал, вывоз капитала. Давайте послушаем, что говорит Владимир Ильич о вывозе капитала, какую он ему дает характеристику. Он говорит следующее. Для старого капитализма с полным господством свободной конкуренции типичен был вывоз товаров. То есть на заре капитализма был вывоз товаров. Для новейшего капитализма с господством монополий типичным стал вывоз капитала. Капитализм, говорит, продолжает Владимир Ильич, есть товарное производство на высшей ступени его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Рост обмена как внутри страны, так и в особенности международного есть характерная отличительная черта капитализма. Неравномерность и скачкообразность в развитии отдельных предприятий, отдельных отраслей, провышенностей и отдельных стран неизбежны при капитализме. То есть при капитализме идет неравномерное развитие. Ну экономическое прежде всего, конечно. И далее, как бы говоря о неравномерности развития, Владимир Ильич продолжает эту мысль так. Неравномерность развития и полуголодный уровень жизни масс есть коренные неизбежные условия и предпосылки этого способа производства капиталистического. Пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капиталов за границу в отсталые страны. Почему? Потому что, говорит Владимир Ильич, в этих отсталых странах прибыль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, заработная плата тоже низка для рабочих этих слаборазвитых странах, сырые материалы дешевы. И поэтому, продолжает Владимир Ильич, возможность вывоза капитала создается тем, что ряд отсталых стран втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены или начаты главные линии железных дорог, обеспечены элементарные условия развития промышленности. Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм перезрел, и капиталу не достает поприщ прибыльного помещения. То есть, лучше помещать в отсталых странах, там все решено. Поэтому так и делает капитализм. И далее, продолжает Владимир Ильич, вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно ускоряя его. Если поэтому до известной степени этот вывоз способен приводить к некоторому застою развития в странах вывозящих, то есть, те, которые начали эксплуатировать страны развивающие, то это может происходить лишь ценой расширения и углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире. То есть, вывоз капитала способствует развитию капитализма во всем мире. Так говорит Владимир Ильич. Далее, финансовый капитал, говорит Ленин, создал эпоху монополий. А монополии всюду несут с собой монополистическое начало. А именно, использование связей для выгодной сделки становится на место конкуренции на открытом рынке. Самая обычная вещь условием займа становится расходование части его на покупку продуктов кредитующей страны. То есть, займы дают развивающим странам, передовые страны, и обязывают, чтобы покупать наши товары. Так нужно рассматривать мысль Владимира Ильича. То есть, на покупку продуктов кредитующей страны, особенно на предметы вооружения, на суда и так далее. То есть, на наиболее дорогостоящий, наиболее приносящий прибыль капитал. Вот так действует финансовый капитал в период империализма. И далее, продолжая Владимир Ильич, таким образом, финансовый капитал, в буквальном, можно сказать, смысле слова, раскидывает свои сети на все страны мира. Большую роль играют при этом банки, учреждаемые в колониях и их отделениях. И заключает эту главу, Владимир Ильич, такой мыслью. Страны, ввозящие капитал, поделили мир между собою в переносном смысле слова. Но финансовый капитал привел и к прямому разделу мира. Ага, раз такую мысль он высказал, то следующая глава, у него, Владимир Ильич, названа так. Раздел мира между союзами капиталистов. Давайте ее рассмотрим. Итак, говорит Ленин, монополистические союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты, делят между собой прежде всего внутренний рынок, захватывая производство данной страны в свое более или менее полное обладание. Но внутренний рынок при капитализме неизбежно связан с внешним. Капитализм давно создал всемирный рынок. И по мере того, как рос вывоз капитала и расширялись всячески заграничные и колониальные связи и сферы влияния крупнейших монополистических союзов, дело, естественно, подходило к всемирному соглашению между ними, к образованию международных картелей. И если внимательно посмотреть, то такой процесс идет и сейчас. Хотя, говорит Владимир Владимирович, это для того времени, для начала 20 века была новая ступень всемирной концентрации капитала и производства, несравненно более высокая, чем предыдущая, то есть для свободного капитализма. Ну и далее, здесь Владимир Владимирович приводит пример такого, таких действий капитала. Ну, к сожалению, здесь он очень обширно с большими цифрами приводит, мы сейчас не будем рассматривать, прочитайте сами, интересно, исторически, как бы в настоящее время обзор. А перейдем к дальнейшей характеристике раздела мира. И по этому поводу Владимир Владимирович говорит, но раздел мира между сильными трестами, конечно, не исключает передела, если отношения силы вследствие неравномерности развития, войн, крахов и тому подобное изменяются. То есть для империалистической стадии капитализма характерен не только раздел мира между монополиями, но и с изменением силы и развития и передел. И даже он, опять же, приводит пример передела. Ну, тоже, почитайте сами, не будем на этом задерживаться, потому что тут даже не один пример он приводит, несколько, ну, опять же, с большим количеством цифр. Вот. Ну и такие еще мысли в этой главе Владимира Ильича. Он говорит, некоторые буржуазные писатели, которым присоединился теперь и Карл Каутский, совершенно изменивший своей марксистской позиции, выражали то мнение, что международные картели, будучи одним из наиболее рельефных выражений интернационализации капитала, дают возможность надеяться на мир между народами при капитализме. То есть, поскольку все охватили империалисты, то, что, все уже, не надо ничего там делать, как бы воевать и так далее. Это мнение, говорит Ленин, теоретически совершенно вздорно, а практически есть софизм и способ нечестной защиты худшего оппортунизма. Международные картели показывают, до какой степени выросли теперь капиталистические монополии, и из-за чего идет борьба между союзами капиталистов. Это последнее обстоятельство, и самое важное, только оно выясняет нам историко-экономический смысл происходящего, ибо форма борьбы может меняться, и меняется постоянно, в зависимости от различных, сравнительно частных и временных причин, но сущность борьбы, ее классовое содержание, прямо-таки не может измениться, пока существуют классы. То есть, пока существуют классы, борьба между классами и конкуренция между капиталистическими монополиями неизбежно продолжает, как бы, останавливаться регулярно на этой мысли Владимира Ильича Ленина. И говорит, капиталисты делят мир не по своей особой злобности, и переделят, конечно, а потому, что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли. При этом делят они его по капиталу, по силе, иного способа дележания может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития, что рано или поздно приводит к переделу, можно сказать, говорит Владимир Ильич. Ну и в заключение, опять же, этой главы раздела мира между монополиями Владимир Ильич говорит, что эпоха новейшего капитализма показывает нам, что между союзами капиталистов складываются известные отношения на почве экономического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим, между политическими союзами, государствами складываются известные отношения на почве территориального раздела мира, борьбы за колонии, борьбы за хозяйственную территорию. То есть, экономические причины приводят и к политическому разделу мира, и даже к территориальному разделу. И вот на этой мысли Владимир Ильич останавливается на следующей главе, которую он назвал раздел мира между великими державами. Здесь он говорит, характеристичной чертой рассматриваемого периода является окончательный раздел Земли. Окончательный не в том смысле, чтобы невозможен был передел. Напротив, переделы возможны и неизбежны. А в том смысле, что колониальная политика капиталистических стран закончила захват незанятых земель на нашей планете. Мир впервые оказался уже поделенным. Так что дальше предстоят лишь переделы. То есть, переход от одного владельца к другому, а не от безхозяйственности к хозяину. Мы переживаем, следовательно, говорит Владимир Ильич, своеобразную эпоху всемирной колониальной политики, которая теснейшим образом связана с новейшей ступенью в развитии капитализма с финансовым капиталом. То есть, раздел мира между монополиями и империалистическими державами обязательно, несомненно, связан, говорит Владимир Ильич, с финансовым капиталом. И продолжает, что переход капитализма к ступени монополистического капитализма, к финансовому капиталу связан с обострением борьбы за раздел мира. В том числе и территориальный, конечно, говорит Владимир Ильич. Ну и далее, по этому поводу, по разделу мира, Владимир Ильич говорит, финансовый капитал, такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинять себе и в действительности подчинять даже государство, пользующееся полнейшей политической независимостью. То есть, не только колонии подчинять, но и государство, пользующееся политической независимостью. Но, разумеется, наибольшее удобство и наибольшие выгоды дает финансовому капиталу такое подчинение, которое связано с потерей политической независимости, подчиняемыми странами и народами. Полуколониальные страны типичны как середина в этом отношении. Понятно, что борьба из-за этих полузависимых стран особенно должна была обостриться в эпоху финансового капитала. Ну и далее продолжает Владимир Ильич. Направляет свои усилия на то, чтобы вырвать у противника всякую возможность конкуренции. Чтобы скупить, например, железорудные земли или нефтяные источники. Ну что можно сказать и сейчас происходит. Так что, говорит Владимир Ильич, владение колонией одно дает полную гарантию успеха монополии против всех случайностей борьбы с соперником. Вплоть до такой случайности, когда противник пожелал бы защититься законом о государственной монополии. Но, к сожалению, развитие дальше истории показало, что удержать колонии монополисты не смогли. Но вот эти политически независимые, но экономически подчиненные страны, конечно, остались и в настоящее время. Можно сказать. Поэтому, говорит Владимир Ильич, свободный рынок все более отходит в область прошлого. И говорит, что не только открытые уже источники сырья имеют значение для финансового капитала, но и возможные источники. Ибо техника с невероятной быстротой развивается в наши дни. И земли, непригодные сегодня, могут быть сделаны завтра пригодными. Тоже относится к разведкам относительно минеральных богатств и к новым способам обработки и утилизации тех или иных сырых материалов. Отсюда неизбежное стремление финансового капитала к расширению хозяйственной территории и даже территории вообще. Как тресты капитализируют свое имущество по двойной или тройной оценке, учитывая возможные, а не настоящие прибыли, учитывая дальнейшие результаты монополии, так и финансовый капитал вообще стремится захватить как можно больше земель, каких бы то ни было, где бы то ни было, как бы то ни было. Ну, такой процесс идет и сейчас, если мы внимательно посмотрим. Поэтому, говорит Владимир Ильич, интересы вывоза капитала равным образом толкают к завоеванию колоний, ибо на колониальном рынке легче монополистическими путями устранить конкурента, обеспечить себе поставку, закрепить соответствующие связи. Внеэкономическая настройка, вырастающая на основе финансового капитала, его политика, его идеология усиливают стремление к колониальным завоеваниям. Финансовый капитал хочет не свободы, а господства. То есть, о свободной конкуренции уже в период империализма речи идти практически не может, как говорит Владимир Ильич. И продолжая, раз идет речь о колониальной политике эпохи капиталистического империализма, необходимо отметить, что финансовый капитал и соответствующая ему международная политика, которая сводится к борьбе великих держав за экономический и политический раздел мира, создают целый ряд переходных форм государственной зависимости. Типичны для этой эпохи не только две основные группы стран, владеющие колониями и колонии, но и разнообразные формы зависимых стран, политически, формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой и дипломатической зависимости. Ну, как вы знаете, что в настоящее время, через сто лет, как была написана работа, колоний практически очень мало осталось, а вот зависимых стран, опутанных сетями, как говорит Владимир Ильич, очень даже много. Но уже тогда такие страны были, вот он здесь, опять же, предлагаю вам самим почитать, приводит примеры, как опутывал империализм сетями Аргентину, Португалию, тоже, опять же, тут много цифр, много примеров, тоже прочитайте сами. И далее возвращаемся к мысли о том, как идет раздел мира. Владимир Ильич говорит, такого рода отношения между отдельными крупными и мелкими государствами были всегда, но в эпоху капиталистического империализма они становятся всеобщей системой, входят как часть в сумму отношений раздела мира, превращаются в звенья операций всемирного финансового капитала. Что происходит, я думаю, очень даже видно и в настоящее время. Ну вот я на этом сегодня, рассмотрев целых четыре главы с вами, хотел бы закончить. Вот предполагаю, что мы дальше с вами еще продолжим изучать, теперь уже более четкие характеристики, дальнейшие характеристики, будем так говорить, Владимира Ильича Ленина, империализма. И поэтому давайте, какие возникли вопросы в связи с тем, что мы рассмотрели. Мы рассмотрели, у нас чата сегодня нет, поэтому я буду за всю историю сразу. Первый вопрос Владимир Ильич пишет, что финансовый капитал сложился уже в тот момент, когда он написал эту работу. Собственно вопрос, получается, в нашей стране тоже сложился финансовый капитал. Ну вот было, конечно, да. И сейчас по данным моментам. Ну в тот момент, когда писал, то Владимир Ильич, ну тогда Россия относилась к этим державам империалистическим. В настоящее время у нас, конечно, сложился, но дело в том, что он очень молодой капитал. А там по 300 лет уже тем, кто создает политику, то есть рулит. И поэтому этот молодой капитал, конечно, рвется на мировой рынок. Молодого клуба. Он рвется, ему недостаточно того, что существует. Ну и вот в результате закончилось тем, что империалистические страны, диктующие условия, они сказали, нет, ребята, нам не подходите. У вас большая территория, большие запасы сырья. Вы нужны нам, как источник сырья, как колония. Вот поэтому и возникает, возникли трения, возникли трения. И возникла вот эта вот война, которую мы называем СВО. Это вот как бы причина того, что российский империализм хочет вырасти до уровня империализма американского и европейского. Я же говорю, у нас капитал финансовый молодой. Да, молодой. Да, растет, растет. Да, и для передела нужна большая сила, которой в настоящее время он не обладает. Там раздел идет по силе, говорит Владимир Викторович. Ничего не изменилось за эти сто лет. Империализм, сущность его осталась та же. Это вопрос мы напоследок оставим, когда до главы доберемся. Давайте по порядку. Следующий вопрос по поводу того, что на тот момент были монополии, которые захапали себе землю в крупных городах и начали торговать. А мы можем сказать сегодня, что эти монополии пошли еще дальше. Теперь они раньше столько квадратов земли купил, столько и продал. А сейчас они строят не по скребу по 30 этажей, и квадратов гораздо больше. И продадут их уже во много-много раз дороже. Конечно, да. Глядя ли это тенденция развития того? Тенденция всегда у капитализма одна. Получение максимальной прибыли. Даже стремление к получению сверхприбыли. То, что выгодно, они то и делают. Поэтому небоскребы строят, чтобы меньше затрат, а получить наибольшую прибыль. При реализации продукта, тех же небоскребов, как ты говоришь, получить как можно больше прибыли. Хорошо, тогда идем дальше по порядку. Собственно, вывоз капитала. Капиталисты продавали землю, потом стали продавать много квартир. Нет, продавали сначала продукты при свободном капитализме. Результаты труда. А потом решили, что сильно будет много затрат, мало прибыли. А в развивающейся стране там все дешевое, земля дешевая, рабочая сила дешевая. Там банан дал работнику, и он сытый уже. Вот туда. И там, конечно, будет максимум прибыли. Поэтому и вывоз капитала случился. А можно сказать, что наш молодой финансовый капитал тоже дошел до этой стадии? Нет, он не дошел, он не пускает пока никуда. Нет, он не пускает. Понятно, что не пускает. А к этому он рвется, чтобы найти рынки, где можно найти дешевую рабочую силу. Ну так разве мы ее уже не нашли в Средней Азии? И дешевая. А? Разве мы его не нашли еще в Средней Азии? Так нет. Какие-то Средней Азии взаимоотношения существуют. Но там не только наш капитал как бы действует, а там, извините, в Средней Азии... Борьба. Да, там уже и капитал, и американский присутствует, и не сильно дается российскому развернуться, и немецкий, и французский. Там чего только нет. И турки там кое-где уже там влезли. И Китай там. Не сомневается тоже, что ему там можно получить прибыль и так далее. Идет борьба там, а раздел идет по силе, как говорит Владимир Владимирович. Ну так мы как раз и дошли до следующего года Владимира Ильича по поводу того, что вот идет борьба за рынки. Рынки давно поделены. Конечно, да. Остается только передел. Да, да, да. Занимается переделом. Занимается сейчас переделом. Мы, собственно, наш молодой, юный финансовый капитал. Места это передели, но пока у него больше забирают. Украину забрали. Армения вон там оскочила. Как-то американцы забрали. Уже торговли с Украиной практически нет. Хотя некоторые там еще и газ продают этой Украине. Вот, ребята, наши капиталисты. И там и в Средней Азии, там и Казахстан, там уже, кажется, что-то там морщится, не сильно ему нравится, там дружба с Россией и так далее. Тогда мы как раз подошли к следующему, Владимира Ильича. Вот, собственно, передел. Как определить, какая страна действительно империалист, которая занимается переделом, и участка с переделом, а как карьера является делимым? Может, на самом деле, наш молодой финансовый капитал ничего не может, потому что он и не является империалистическим хищником, а находится только в качестве размера. У него, на мой взгляд, я, конечно, не утверждаю, что это так, я не великий экономист, но, на мой взгляд, он где-то наш капитал посредине. То есть, частично он где-то что-то может, где-то кого-то там эксплуатировать, особенно внутренний рынок. Ну и хотя и некоторые страны СНГ остались, там еще где-то какие-то связи, там есть с арабским миром, там, допустим, с Ираном что-то они пытаются. А с другой стороны, посмотрите, у нас же большинство предприятий-то, кому принадлежат основной капитал, то даже в России, если он, возьмите, он Слава рассказывал, на американских нефтяных промыслах работал, а на Западе предприятия, кому принадлежат у нас западные, если внимательно посмотреть, кто держит основного капитала, там все иностранное. Поэтому положение тут двойственное, на мой взгляд, во всяком случае. Тогда чуть-чуть назад откатимся, там у Владимира Ильича еще один другой момент, по-моему, до войны, что развязывание войны, что во-первых, война никогда не закончится, несмотря на то, что мир уже поделен, будет переделываться. Ну не обязательно войну я переделываю, ну ладно, да. Да, но война это что? Это, конечно, всего вооружение. А вооружение, как вы сказали, да. Война это максимальная прибыль. При войне капитализм, при войнах капитализма получает гораздо больше прибыль, чем в мирное время. Поэтому ему войны выгодны. Так вооружение это продукт... Не только вооружение. ...но очень дорогое. Поэтому мы наблюдаем, как те же штаты, сначала дают кредиты, а потом на эти же свои кредиты подают технику. Да, 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 все правильно, все правильно. И не только технику, много чего еще продают, и всякое продовольствие даже, и может еще что-то. И вооружение, ну много чего продают. А когда нам там взять... Ленин там две вещи назвал, вооружение и суда. То есть наиболее дорого. Это он для примера привел. А фактически много чего дает прибыль максимальная война. Поэтому война всегда выгодна капиталу. И пока существует капитализм, войны неизбежны. Об этом говорит марксизм. И он прав. Ну что, я предлагаю на этом закончить или есть... Давайте закончим, да. Продолжение следует...